Сегодня мое послание взято из шестой главы книги Даниила. Это очень известная глава из Библии. Мы знаем эту историю, когда Даниил попал в ров или в логово львов. Но на самом деле, эта глава и то, что в ней происходит, очень актуально для того, что происходит сейчас на глобальном уровне в нашем мире. И это имеет отношение к призванию, которое Бог имеет для вас и для меня в это время, в котором мы живем. Вся эта глава имеет отношение к нашему положению перед Богом и к нашему взаимоотношению с Богом в непростые времена. И это очень важный принцип, который я хочу, чтобы мы усвоили. В то время, когда Даниил проходил испытания, Бог также проходил испытания. Здесь очень важный принцип, как мы относимся к Богу, какие у нас с Ним отношения во время кризиса. Как мы практикуем наши взаимоотношения с Богом. Как мы с Ним вообще общаемся, как мы находимся в Его присутствии. И это не должно зависеть от тех обстоятельств и трудностей, через которые мы проходим. Через это послание я хочу ободрить всех нас, проживать этот момент в истории, в которой нам довелось жить. Сейчас на глобальной арене события развиваются очень быстро. И Бог очень точно, я в этом не сомневаюсь, готовит нас к тому, что предстоит к своему грядущему царству. И я хочу задать нам несколько важных вопросов, когда мы будем размышлять над этой важной главой из Библии. Вы когда-нибудь находились в львином логове? Вы помните, что Джосеф был в петру в его жилые братья. Может быть, вы помните похожую историю, когда Иосифа бросили в яму родные братья. И, переживая такие обстоятельства, человек чувствует себя брошенным, уязвимым и преданным. Или еще более глубокий вопрос, может быть, вы сами зашли в это логово, может быть, вы сами себя поставили в такое положение, что вы оказались в этой яме. Может быть, вы туда попали по своему проведению или обстоятельства сложились таким образом, но самый главный глубокий вопрос. Может быть, Бог сделал так, чтобы вы туда попали, Бог допустил эту ситуацию. Важный вопрос, который нужно задать, почему такое произошло с Даниилом? В пятой главе Даниила мы читаем об очень важных деталях характера Даниила. И я поощряю вас, когда у вас будет время, самостоятельно прочитать внимательно пятую главу и шестую главу этой книги Даниила. Что у Даниила была мудрость, у него были выдающиеся интеллектуальные способности и у него была выдающаяся мудрость. И мы знаем, что даже в присутствии царя Даниил говорил правду и не искажал факт. Он говорил, как есть. Он не боялся людей, у него был страх Божий, но у него не было страха перед людьми. И где бы мы ни находились в наше время, в каком бы месте мы ни жили, мы представляем тело Христа. И один из секретов к пониманию книги Даниила – это то, что он также представляет тело Христа сегодня. То есть Даниил находился, как сегодняшняя церковь, в очень сложной ситуации, когда его пытались скомпрометировать. И мы читаем в шестой главе, что у царя возникла проблема. И что Даниила приводят к царю Дарию. Также в первой части шестой главы мы читаем, что у Даниила были выдающиеся лидерские способности, что он был одним из главных руководителей в этой стране. В третьем стихе мы читаем, что у него были превосходные качества. А в четвертом стихе мы читаем, что были другие князья из Трапы, которые завидовали ему. В жизни Даниила была абсолютная безупречность, в нем не было ни миллиметра коррупции, и он был абсолютно благонадежным. В этих условиях был разработан план, как привести Даниила в ловушку. Вы когда-нибудь переживали такую ситуацию, когда вы все делаете правильно, вы соблюдаете закон государства, в котором живете, Божий закон. Но несмотря на это, все идет не так. Эта ловушка была разработана с такой целью, чтобы лишить Даниила расположения царя Дария. И мы видим в шестом и седьмом стихе, что все советники, князья и сатрапы, которые хотели сместить Даниила с его позиции, они договорились и разработали этот план. Этот план, он был таким образом разработан, чтобы исказить закон того государства и Божий закон. И, кстати, именно это происходит сейчас по всему миру, в правительствах разных стран и в церкви разных стран. Искажение закона – это то, что происходит, когда мы разрешаем политкорректности вмешиваться в то, что мы должны делать по Божьему повелению. Очень манипулятивным путем приближенные к царю люди поставили самого царя в ловушку. И это касалось того, как царь Дарий устанавливал правила, как можно поклоняться и кому можно поклоняться. Далее, читая шестую главу, мы видим, как ведет себя Даниил. Советники царя, они манипулируют его чувством гордости. На протяжении следующих 30 дней они побуждают царя издать такой указ, что в поклонении можно упоминать только имя царя, больше никого. И царь Дарий подумал, что это отличная идея и согласился подписать указ. В 10 стихе мы узнаем, что Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, чтобы молиться. Мы читаем, что он молился трижды и преклонял колени свои пред Богом. Даниил не позволил страху перед людьми нарушить его молитвенную жизнь, нарушить его поклонение Богу. Это говорит о важности дисциплинированной молитвенной жизни. Когда мы молимся за людей, когда мы молимся за народы, Бог будет показывать нам важные вещи, чтобы направлять наши молитвы. Но враг будет пытаться помешать нам, он будет пытаться дезориентировать нас и нарушить нашу молитву. И одними из приемов, которые использует враг, это страх, чтобы нас видели молящимися публично. Но реакция Даниила, а Даниил является прообразом церкви, не забывайте об этом, реакцией Даниила было продолжать свою молитвенную жизнь дисциплинированно, как это и было раньше. Я скажу это по-другому, что Даниил не реагировал на эту ситуацию, не приспосабливался к ней, но он отвечал на то, что происходило в молитве. Возможно, вы знаете, что мы с женой последние несколько месяцев проходили через непростые обстоятельства, связанные с нашим здоровьем. Отчасти мне пришлось много в моей жизни скорректировать из-за проблем с позвоночником, мне нужно следить за своей осанкой. И я вижу, как Даниил также корректировал свою позицию, он следил за своей осанкой, за положением своего тела, он опустился на колени перед Богом. Даниил не поддался запугиваниям и угрозам. Он знал, что ему было необходимо услышать от Господа, получить его мудрость и его водительство. Он не пошел на компромисс в своих отношениях с Богом и в своем поклонении Богу. Может быть, Даниилу было бы легче просто молиться в тайне, чтобы никто этого не видел и не обвинил его ни в чем? Конечно же, Бог бы понял, почему Даниил молился бы в тайне, он бы вошел в его положение. Но это была бы тогда реакция страха, если бы Даниил вдруг встал молиться в тайне, тогда бы он уже реагировал в страхе. С 11 по 13 стихи мы наблюдаем, как что-то удивительное происходит. В этих стихах мы видим, как враг высвобождает страх, искажение и запугивание. Они увидели, как Даниил молится, они обнаружили его. И они пошли и донесли об этом царю. И таким образом они уловили царя его же собственным указом. Другими словами, это был их изначальный план, это было злоумышленное действие, чтобы использовать законы этого государства в своих целях. Царь Дариус, этот человек по имени Даниил идет против тебя лично и против закона земли. И это подпитывало страх самого царя. Потому что царь или правительство можем поставить на равенство. Государственная власть не хочет, чтобы его авторитет был каким-то образом подорван, чтобы его имидж был под сомнением. И шестнадцатый стих говорит нам о том, что произошло дальше. Царь дает повеление, и Даниила бросают в львиный ров. Но тут царь добавляет очень интересный комментарий. Он говорит Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, пусть он спасет тебя». И этот львиный ров представляет собой и Божье обетование, но в то же время и самое ужасное, что может случиться с нами. Если мы это правильно поймем, то эта истина будет, наверное, самой ободряющей для нас в это время в истории. Представьте себе Даниила, находящегося во рву со львами. Или представьте Иосифа, который находится в яме, в которую бросили его братья. Или мы можем представить ситуацию из третьей главы Даниила, это Сидрах, Месах и Авдинага, которые были брошены в огненную печь. Давайте посмотрим, что же собой представляет этот львиный ров или яма, в которой был Иосиф, или огненную печь. Что это для вас, что это для меня? Это ужасное место, которое представляет собой все, что может происходить, что является несправедливым. Все, что идет не так для нас, все, что как бы идет против нас. Это может представлять собой различные предрассудки, предубеждения. Которые люди имеют в нашем обществе. Это представляет собой зависть, которую он оправляет против нас другие люди. Это также представляет собой страх на каждом уровне нашей жизни, через который мы проходим. Это также представляет предательство, с которым мы часто сталкиваемся в отношениях с людьми. Это место также представляет собой нарушенную верность, когда люди обещали нам быть верными, но не сдерживали своих обещаний. Львиный ров отделяет нас от безопасности и от привычной среды, от того, что является для нас знакомым и комфортным. Львиный ров представляет собой нарушение всех стандартов человеческого достоинства. Львиный ров – это то, что происходит с нами, когда мы верны в нашей работе, в нашем служении, и дьявол ненавидит это. И мы становимся уязвимыми перед условиями в нашем обществе. Это социальные и юридические условия, которые меняются, и мы уязвимы перед ними. Иисус предупреждал нас, что это будет происходить. Он готовил нас к этому. Львиный ров – это то место, где мы становимся абсолютно открытыми, мы открываемся, кто мы есть и во что мы верим, за что мы вообще боремся. Это место, когда наша жизнь под угрозой, когда решается вообще вопрос жизни и смерти, и никого нет рядом, кто бы мог нам помочь. Очень-очень важно, чтобы мы это поняли. Что находясь в этом логове со львами, находясь в этой яме или в огненной печи, мы находимся также и еще где-то. Мы находимся в том месте, которое либо будет подтверждать, либо наоборот опровергать истинность нашей веры. То есть это покажет, по-настоящему мы верим или нет. Поэтому место, записанное в 30-м псалме, в 15-м стихе, очень непростое место для понимания. Мы читаем там такие слова, что «Все мои дни в Твоих руках, Господь, вызвали меня от рук моих врагов». Это то место, когда мы либо верим в то, что записано в этом псалме для себя лично, либо мы отрекаемся от этого. Это то место, когда мы сталкиваемся с тем, что записано в 61-м псалме, в 8-м стихе. Где сказано, где сказано, чтобы мы доверяли Господу во всякое время. Это то место, где мы сталкиваемся с тем, что написано в Колоссянам 3, 18. Пусть Слово Христово вселяется в вас обильно. Когда мы находимся в логове со львами, или в яме, или в огненной печи, это момент истины. Это как раз момент проверки, насколько мы верим во все эти истины. Если мы находимся в правильном положении перед Богом, тогда наша жизнь в Его руках. Все зависит тогда от Него. Тогда мы можем быть уверены, что сверхъестественное обетование Божье проявится, и оно покроет нас. Потому что испытания проходим не только мы, но также и Слово Божье, в которое мы верим. И в этот момент Его Слово, Его обетование должно стать живым для нас, как никогда раньше. Но давайте пойдем немного глубже. А здесь, в шестой главе Даниила, мы находим самую отрезвляющую истину. Кто поместил Даниила в львиный ров? Он пошел туда добровольно, по своему собственному желанию? Хотел ли Иосиф, чтобы его бросили в яму собственные братья? Или же эти завистливые коллеги Даниила бросили его в этот ров? Или это был царь? Или есть ли вероятность того, что, возможно, за этим стоял Бог? Теперь следите внимательно за тем, куда я пойду дальше. Если все наши дни в Божьих руках, если наше время в Его руках, Он отвечает за нас, независимо от того, через какие обстоятельства мы проходим. В Писании мы читаем, что Христос во мне, надежда славы. В Писании говорит, что моя жизнь сокрыта во Христе с Богом. В Писании говорит, что Господом я живу и двигаюсь и существую. Этот львиный ров — это то место, где ведется борьба в небесной сфере за ту надежду, которая живет в нас. В 17-м стихе мы читаем, что принесен был камень и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих. Это означает, что нельзя было допустить внешнего вмешательства. Но это также означало, что теперь Бог мог действовать. И мы должны очень внимательно наблюдать за тем, что происходит. Когда мы находимся в этих изолированных рвах и ямах в своей жизни, когда мы проходим через ужасные испытания, когда мы чувствуем себя брошенными, оставленными и преданными. Именно в эти моменты мы думаем, что все потеряно. Но в параметрах, в рамках Божьего Царства, этот ров, эта яма на самом деле является не тем, что нам кажется. И это удивительная новость. Это то место, где Бог строит свою заслуженную власть в нашей жизни. Это то место, где наша молитвенная жизнь обретает настоящий смысл. Это то место, где истинные писания проявляются. Мы как бы испытываем, переживаем их. Это то место, где мы учимся видеть Господа как победителя в своей жизни. Это то место, где мы сами учимся быть победителями. Это то место, где Бог превращает камни преткновения в ступеньки, по которым мы выходим наверх. Это то место, где Бог строит и расширяет Своё Царство в нас и через нас. И это происходит даже во время войны и гонений. Львиный ров представляет собой самое худшее, что может сделать с нами дьявол. Но эти обстоятельства не могут победить Бога жизни, который действует в нас. Он не оставил нас. Потому что именно в этом львином рве страх превращается в победу. Это место, где Бог совершает очень глубокую работу в нашей жизни. И результатом этого является характер, который Бог вырабатывает в нашей жизни. Через испытания, через переплавку, Бог проявляет Себя в нас, отображается в нас. Этому научился царь Дарий. И однажды этому научатся все земные правительства, когда придет день, им преклонить свои колени перед Господом Иисусом. Включая правительства Украины и России. И Белоруссии и Латвии. И Израиля и Молдовы. И Соединенных Штатов и Канады. И Венгрии и Болгарии. И Бразилии и Германии. Каждая нация придет и преклонит свои колени перед Господом. Львиный ров — это то место, где осуществляется Божье избавление, где Бог освобождает нас и освобождает общество, в котором мы живем. Это место, где все прошлые потери и трудности как будто исчезают. И трудные обстоятельства вдруг преобразовываются, открывают возможность прорыву прийти, когда Божьи цели и Божьи планы могут осуществляться. И это удивительно истинно записано во втором Коринфянам, во вторая глава 14-15 стихи. Это как раз момент, когда благоухание, познание о Боге распространяется через нашу жизнь. Когда благоухание Христово высвобождается среди нас. И влияет на тех, кто спасен и тех, кто погибает. И хочу подвести итог. И я надеюсь, вы найдете время, чтобы внимательно изучить то, что записано в 6-й главе Даниила. Мы все знаем, чем закончилась эта история. Она нам хорошо знакома. Но Даниил не знал, чем это все закончится для него. В 19-м стихе мы читаем, что происходит что-то очень интересное. Поутру уже царь или правительство встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. Потому что глубоко внутри царь хотел знать, выжил ли Даниил. И, друзья, это очень важно. Потому что люди, которые нас окружают, на самом деле очень хотят узнать. У них в сердце есть это желание узнать, действительно ли Божье обеспечение и Божья защита реальны. Как говорил апостол Павел, что мы являемся письмом читаемым. Люди смотрят на нас и наблюдают, какой Бог. И в 20-м стихе мы читаем, что царь спрашивает, И мы будем свидетелями таких ситуаций, когда правительства этого мира будут не в силах что-либо решить. У них закончатся варианты решений. Особенно если Бога вытесняют из вообще всех механизмов принятия решений в этих правительствах. Вопрос остается открытым к нам и к вам. Спасает ли Бог вас? Даже в те времена, когда усиливаются гонения. Это не отменяет той истины, что Бог использует каждого из нас удивительным образом для того, чтобы проявить свое царство. И в 21-м стихе мы читаем ответ Даниила правительству. Он говорит, царь мой, я ничего не сделал, я оказался чист. Бог мой загородил пасть львам. И в 23-й стихе говорит, что царь чрезвычайно возрадовался о том, что Даниил выжил. Как светская власть признает власть Бога, что только Он мог это сделать. Самое худшее проявление человеческих действий не смогло сместить Бога с Его престола. И в последней части этой истории мы видим, как что-то удивительное происходит. С 25-го по 28-й стихи мы читаем о великом поручении, которое было озвучено на этот раз устами царя. Послушайте внимательно эти слова. Он говорит, что люди должны благоговеть пред Богом Данииловым. Потому что Он есть Бог живой, и Он вездесущий. Его царство несокрушимо. Его царство несокрушимо. Его владычество бесконечно. Он избавляет и спасает. И совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Вы можете себе представить, чтобы ваш царь, ваш президент или ваш премьер-министр сказал подобные слова? И помните, что Богу все возможно. И результатом всего этого является записано в 28-м стихе. Даниил благо успевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Даниил преуспевал, и он правил под правительством неправедным. Чему же мы можем научиться из этой истории? Очень простой урок. Когда мы противостоим угнетению, лжи и запугиваниям. Когда мы не подчиняемся страху перед людьми. Когда мы не отступаем от безопасности и истинности Божьего Слова. Независимо от того, что происходит, какие бы ни были обстоятельства. Тогда все ресурсы Божьего Царства доступны для нас. Как бы безнадежно не выглядела ситуация, насколько бы неравными выглядели силы, Божьи ресурсы открыты для нас. Поэтому Павел написал эти слова в Римлянам 8.28. Мы знаем, что во всех обстоятельствах Бог действует во благо тех, кто любит Его. Для тех, кто был призван по Его изволению. Так получилось в жизни Данила. Так получилось в жизни Павла. И то же самое обетование работает сегодня для нас. Хочу помолиться за вас. Любящий Отец, спасибо за эти удивительные обетования, записанные в 6 главе Даниила. Мы хотим, чтобы нас знали тем, кем мы являемся во Христе. Мы не хотим поддаваться страху перед людьми. Мы хотим, чтобы Слово Божье правило нами и управляло нашей жизнью. Даже во времена серьезных потрясений и страха. Помоги нам помнить, что несмотря на то, что вокруг нас действуют законы государства, Закон Господа неизменен. И этот закон записан в наших сердцах силой Духа Святого. Мы хотим, чтобы благоухание Христово распространялось через нас во всякое время. Когда ситуация выглядит безнадежной, когда мы чувствуем себя беспомощными. Помоги нам обретать смелость и надежду и побеждать страх своей верой. Спасибо за то, что ты отвечаешь за нашу жизнь во все времена, во всех обстоятельствах. И наше желание в том, чтобы, несмотря на то, что мы проходим, чтобы за Господом было последнее слово и за Господом, чтобы была победа. И чтобы даже наши правительства реагировали на Твою удивительную истину. Помолимся в прекрасное имя Иисуса. Аминь. Аминь.